Каждый побывавший в странах Северной Европы вполне отчетливо представляет, что такое комфортные пригороды. Ближний поезд Петербурга в основном разительно отличается от окраин голландских, датских и финских городов. Тем не менее, в общем тренде есть исключения. К примеру, во Всеволожском районе можно отыскать симпатичные пригородные оазисы. Один из таких примеров – развитие территории вокруг поселка Мистолова, где компания «Северный город», входящая в холдинг RBI, построила малоэтажный многоквартирный микрорайон Мистолова-Хиллс. В начале июля компания презентовала его журналистам. Проект красивый, яркий. Мы реализовали все те планы, которые хотели. Малоэтажное жилье, низкая плотность, озеленение, дружелюбные разноцветные фасады, большие места общего пользования, большие террасы, световые фонари, большой объем социальной инфраструктуры, разнообразные спортивные площадки, озеленение, высокие деревья, которые мы привезли из питомников. В общем, глаз радуется, и мы гордимся тем, что получилось у нас в Мистолова. Мистолова-Хиллс состоит из 54 домов высотой в 3-4 этажа, в среднем на 10 квартир каждый. Прогуливаясь по улочкам с данного и практически заселенного комплекса, вполне отчетливо представляешь, какие именно усилия застройщика сложились в тот самый европейский комфорт. Территория в районе Мистолова холмистая, перепады высот доходят до 70 метров. Разноуровневая застройка всегда выглядит более выигрышно, чем плоская, и авторы проекта не упустили это преимущество. С озеленением застройщик поработал нестандартно. Вместо положенных по нормативам 10% площади он отвел под насаждение 60. В Мистолова-Хиллс, несмотря на небольшие размеры микрорайона, предусмотрен смыслообразующий центр. Просторная смотровая площадка со скамейками, беседками и домиком для барбекю. Микрорайон поделен на четыре условные деревни, каждый из которых дано собственное название. Везде детские и спортивные площадки. С сентября в поселке будет работать частный детский сад. Это скандинавский вариант. Лаконичные решения, умеренные краски и много света. Расходы действительно впечатляют. Из 3 миллиардов рублей, вложенных компанией «Северный город» в Мистолова-Хиллс, 430 миллионов рублей ушло на прокладку внешних и внутренних сетей, постройку станций до очистки воды, возведение канализационных очистных сооружений, оснащение каждого дома собственным газовым теплогенератором. Местоположение у микрорайона вполне удобное. Всего 10 километров до выезда на КАД и 7 километров до станции метро Парнас. До того, как будет утвержден маршрут муниципального автобуса, девелопер берет доставку жителей к метро на себя. Между микрорайоном и Парнасом раз в 30 минут будет курсировать маршрутка. На реализации первого загородного проекта «Северный город» не остановился. По соседству с уже сданным и заселенным Мистолова-Хиллс, началось строительство «Эко-Сити». Здесь, к осени 2018 года, будет построено еще 24-этажных домов и муниципальный детский сад на 95 детей. Наш проект «Эко-Сити» расположен рядом с нашим проектом Мистолова-Хиллс. Это развитие этой территории, продолжение. И в нем мы постарались заложить все то лучшее, что уже было в нашем первом проекте, и воплотить наш новый продуктовый стандарт «Сити». Уже у нас есть проекты «Ультра-Сити», «Грин-Сити», которые расположены в Петербурге. Это наш первый загородный проект в формате «Сити». И название «Эко-Сити» подчеркивает его экологичность и качество его расположения. Резюмируя вышесказанное, хочется добавить, что в России вполне можно строить те самые комфортные европейские пригороды, если приложить усилия и не пожалеть денег. Сказывается ли это на конечной цене? Безусловно. Стоимость квадратного метра процентов на 20 больше, чем в высотках в Закадии. Но уровень комфорта выше на порядок.